Всем привет! NHL.com.ru в традиционном обзоре подводит итоги второго матча финала Кубка Стэнли между Тампой и Монреалем. Первые 20 минут второй игры получились безголевыми, но насыщенными. Обе команды имели прекрасные шансы отличиться, но Андрей Василевский и Кэрри Прайс были безупречны на последних рубежах. Самый опасный момент Монреаля случился уже на третьей минуте, когда после неудачной смены Тампы Ник Сузуки выскочил на Василевского, но вратарь Молнии Паук Чеком выбил шайбу у соперника. Тампа ответила двумя загубленными шансами в большинстве. Причем если в первом случае Лайтнинг даже ни разу не бросили в створ, то во втором все-таки создали пару опасных моментов. Активен у хозяев был Никита Кучеров, в одном только первом периоде три раза бросивший в створ. У канадиенс крайне активной была тройка Тайлера Тафоли, Сузуки и Коула Кофилда. За весь матч они нанесли 15 бросков в створ. На стыке периодов наступила очередь гостей играть в большинстве. Гости неплохо провели эти 4 минуты, запомнились бросками Еспери Катканиеми и вездесущего Сузуки, но Василевский стоял стеной. А вот Прайс в ответственный момент сплаковал. На седьмой минуте второго периода он потерял шайбу из виду и не смог остановить не самый опасный бросок Энтони Сирелли. Оправданием вратарю Канадиенс может служить плотный трафик. Он явно готовился к не случившемуся рикошету. Однако в целом Монреаль контролировал происходящее на льду. В середине второго периода, когда Михаил Сергачев был удален за блокировку Артури Лехканина, соотношение бросков в пользу гостей составляло 22-8. И 23-й бросок стал для них счастливым. Все тот же Сузуки сравнял счет в большинстве, хотя его бэкхенд изначально не выглядел опасным. Но шайба задела клюшку Райана Макдоны и влетела в ворота между щитков Василевского. Забитый гол так вдохновил канадиенс, что они продолжили давить и вынуждать Василевского делать один эффектный сейв за другим. И в итоге именно вратарь Тампуль стал главным героем вечера и первой звездой встречи. Он завершил игру с 42-мя сейвами, вновь, как и в первом матче, пропустив только одну шайбу. Лайтнинг выстояли. Две минуты в большинстве в конце второго периода вернули их к жизни. А за секунду до ухода на перерыв Блейк Колман создал главную красоту матча. Нападающий, не забивавшись с первого матча плей-офф, в падении замкнул прострел Баркли Гудроу и вывел Тампу вперед. 2-1. Лайтнинг, как никто, умеют удерживать победный счет. И эта игра не стала исключением. Вдохновленный чудо-голом Колман имел два верных шанса в первые пять минут третьего периода, но оба раза на его пути вставал Прайс. Хорош в других воротах был и Василевский, напрочь отказавшийся пропускать. А вот Тампа все же забила, избежав нервной концовки. За четыре минуты до конца основного времени защитник Канадиенс Джоэл Эдмундсон ошибся за своими воротами и подарил шайбу Андержею Палату, который переиграл Прайса и установил окончательный счет. Несмотря на трудности второго периода, Лайтнинг дотерпели до победы и сделали еще один шаг на пути ко второму подряд чемпионству. Третий матч финала пройдет в пятницу в Монреале. Не пропустите! Подробный обзор и анализ матчей читайте на nhl.com.ru Спасибо, что были с нами. Я Сергей Демидов. Увидимся!